Что лучше есть на завтрак вместо овсяной каши? Посмотрим, что рекомендует диетолог. Прослеживается снижение спроса на алкоголь среди молодежи. Это не может не радовать. Узнаем влияющие факторы. Нововведение для водителей такси. Незнающий город будут отстранять от работы, и не только их. Минотранс готовит новый закон. Всем привет, вы на канале Свежак, с вами как всегда Чернокнижный. И обзор интересных новостей России, не только. Не забудь поставить лайк, треснуть в колокол, подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Понеслась. Как всегда, начинаем с хороших новостей. А именно, многие предпочитают завтракать овсяной кашей. Однако, она не так полезна, как может показаться на первый взгляд. Да, да, да. Да. Она является прекрасным источником сильных злаков. Однако, не следует есть по утрам людям с чувствительным желудком. Значит, одна порция овсянки содержит чуть более 8 грамм волокон. Такое количество может вызвать у людей с чувствительным желудком чувство взрутия и метеоризм. Написал американский диетолог Роксана Эсани. Если вы плохо усваиваете продукты с высоким содержанием волокон, то лучше позавтракать чем-нибудь другим. Например, малей кашей или рисом. А людям с неприемлемостью глютена стоит внимательно читать состав овсяной каши, которую они покупают. Многие бренды выпускают ее с большим содержанием глютена. Когда вы едите овсяную кашу с разными подсластителями, вроде сахара, меда или кленового сиропа, то повышаете количество потребляемых калорий и углеводов. Так что людям с преддиабетом или диабетом нужно быть осторожнее. Диетолог считает, что лучше не покупать овсянку с готовыми подсластителями. Они могут быть довольно вредными. Если вы не можете есть пресную овсяную кашу, добавьте в нее полезные ингредиенты. Например, свежие ягоды, орехи или натуральные амортизаторы, вроде корицы. Стоит быть осторожнее тем, кто готовит овсяную кашу на цельном молоке. Добавляя в овсянку молоко, вы увеличиваете количество потребляемого насыщенного жира, предупреждает диетолог. А именно, это жир повышает количество вредного холестерола. Так что лучше готовить утреннюю кашу на обезжиренном молоке, или миндальном молоке, или вообще на воде. Ну что, вполне себе нормальный совет. И я считаю, что стоит прислушаться. Ведь хорошее начало дня гарантирует его позитивное продолжение. А полезный завтрак придает бодрости и сил для совершения новых побед. От полезных продуктов переходим к полезным законам, которые позитивно влияют на нашу жизнь и жизнь наших детей. Главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн в интервью портала Национальный проект РФ рассказал о том, что способствует снижению потребления алкоголя, и почему люди попадают в зависимость от этой вредной привычки. За последние 10 лет, когда действовала концепция государственной политики по снижению масштаба злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма срединаселения РФ, можно отметить значительное снижение употребления алкогольной продукции. Например, в два раза. С 18 до 9,5 литров на душу населения. Рассказал порталу Брюн. По его мнению, это результат мер, которые применяет государство. В частности, ведется работа, чтобы алкоголь не продавался в шаговой доступности. И это дает свой положительный эффект. 10-15 лет назад алкоголь можно было купить в палатке, в газетном ларьке, продавали стаканчиками с завернутой в фольгу. Напомнил он, подчеркнув, что сейчас такого нет. Тем не менее, сегодня необходимо решать проблему реализации алкогольных напитков в больших магазинах, расположенных в жилых домах, считает эксперт. Продажи алкоголя ограничены по времени, а в некоторых субъектах его можно купить только 1-2 часа в сутки. Есть разные подходы. Например, в Якутске вывели алкоголь из продуктовых магазинов вообще и торгуют им в специализированных магазинах. То есть, человек, идущий за хлебом, не будет покупать себе бутылку пива или воду, отметил Брюн. По его словам, отмечается и заметное снижение употребления алкоголя среди молодых, и, соответственно, сокращается число психозов и отравлений. Но нельзя не согласиться с этим чуваком. Я помню, алкашку продавали прямо в стаканах из окон первых этажей. Ларьки напротив школ и колледжей, где продавцы без разбора толкали водяру и большим, и маленьким. Вообще им было пофигу. Мне вообще нравится поговорка. Русский значит трезвый. Не забудь поставить лайк, ударить в колокол, подписаться. Вы меня часто спрашиваете, что это за римские часы. Часто встречаются у меня на видео. Сейчас они находятся у меня за спиной. Эта техника называется барельеф. Мы заказали ее у мастера-художника Александра. Его инстаграмочка сейчас появится на этом видео. Александра занимается барельефом. Эти часы выполнены в технике барельеф. Можно заказать как отдельным панно, так и интегрировать в ваш интерьер, как вы сейчас наблюдаете. Ссылочка на аккаунт Александра Мастера по созданию барельефов и не только будет под этим видео. Заскакивайте к нему. У него можно посмотреть разные варианты, увидеть и эти часы, и много чего другого. Ссылочка на аккаунт Александра в описании к этому видео. Продолжение следует... Хочу заметить, что в последнее время появилась какая-то тенденция на появление хороших законов. Что для меня хороший закон? Это закон, который не направлен меня обобрать до нитки, а разработан и предложен для улучшения жизни общества в целом. Нужно отстранять водителей, которые систематически нарушают ПДД и не знают дорогу. Об этом сообщается в законопроекте, подготовленном Минтрансом. В законопроекте говорится о необходимости отстранять от работы в такси водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения, а также не знают дорогу. Ведомства предложили ввести соответствующую аттестацию на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры, здравоохранения, спорта, образования, культурного наследия, государственной власти, а также других важных точек города, в котором будет работать будущий таксист. Как указано в законопроекте, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правых актов, не прошедшие такую аттестацию водителей не будут допускать к работе в такси. Ранее сообщалось, что Минтранс предложил отстранить от работы в такси водителей, систематически нарушающих ПДД. Речь идет о водителях, которые не ранее, чем год назад, снова получили права на управление автомобилем, а также были арестованы за нарушение менее года назад. Для меня лично это хороший закон, я считаю его полностью адекватным, только я бы распространил его еще на обычных водителей, которые систематически нарушают ПДД, неся тем самым угрозу жизни другим автолюбителям, которые не нарушают правила. В случае с пранкером Эдвардом Биллом чего стоит? Женщина на коляске и 5 машин в смятку. А если бы наша система профилактики работала лучше и успели пресечь это дерьмо, у него, кажется, на момент аварии было больше 400 или 500 штрафов неоплаченных, и тачка вообще была снята с учета. Если бы после 10, например, подряд нарушений выносили предупреждение и вызывали куда надо, и если после профбеседы еще подряд 10 нарушений, значит водитель не готов управлять транспортным средством, тем самым он угрожает жизнь другим автолюбителям. Лишать таких пожизненно. Иди, катайся на катамаране. Господа, не забудь поставить лайк, треснуть в колокол, подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. До новых встреч!